И лето такое Владимира Пучкова побывать, рассказать про Кенбургскую косу. Я так, Владя, с удовольствием смотрю в интернете, как я потянула на то, чтобы читать, не читать, а показывать стихотворения с хорошими такими иллюстрациями, которые у тебя посвящены Кенбургской косе. И мне так завидно по-хорошему стало, что я решил тебя позвать, слава Богу, что ты откликнулся. И мне бы хотелось вот сколько лет уже мы знаем, что такое Кенбургская коса? Лет сорок, наверное. Лет сорок. А я еще и раньше. Почему? Потому что как только я сюда приехал, мы с оператором Жарковым сняли фильм про Кенбургскую косу десяти минуточку на черной пленке, этого фильма уже нет. Я уверен, что не только на телевидении, но и документалисты, киношники не снимали тогда Кенбургскую косу. Просто это мне очень повезло. Ее растаскали по кусочкам, по своим передачам на телевидении, порвали, и ее не стало. И вот я хочу сказать вот для себя, что для меня коса, она и биографию каким-то образом мне изменила. Я, может быть, закончил институт театральный, театровед, аспирантура, меня ждала, а я уже работал здесь, в Николаеве, и заразился кенбургской косой. И для меня эта коса это синоним воли, вольности и свободы. А для тебя? Ну, аналогично, наверное. Когда я стал что-то понимать, соображать, так сказать, да, вот взрослеть, ну, кенбургская коса, коса с большой буквы. Да. От старших друзей вот я узнал, что есть такое место. Об этом месте рассказывали, ну, чудеса. Друзья, ну, известные довольно друзья, такие, как поэт Эмиль Январев, наш вот незабываемый, тот же Илья Стариков, художник Анатолий Петрович Завгородний, их уже вот некоторых нет с нами. Вот. Они из тех людей, которые туда ездили издавна, знали это место. И она всегда была загадочной, то есть, каким-то мифом в хорошем смысле, слово для нас, для всех. И когда я попал туда впервые, а я сопротивлялся некоторое время, кстати, меня тянули туда, но вот что-то и хотелось, я как-то, я такой, не очень легкий на подъем. Когда попал впервые туда, я был готов морально к тому, что я попадаю в чудесное место. и, наверное, это вот во мне и осталось и как-то повлияло, потому что я действительно, попадая туда вот уже после этого, многие годы подряд я туда ездил, я чувствую, что это совершенно другое, отличное место от материка, от обыденной жизни. не только природой, не только ландшафтами какими-то, не только морем или маном, травками, но и своим просто микроклиматом. Да, вот попадаешь на косу, и ты окунаешься в какое-то тепло другое совсем, не такое, как в очакове, а потом понимаешь, что ты попадаешь еще и в какой-то, ну, своеобразный духовный микроклимат, вот совершенно другой. Может, это внушенное или самовнушенное. Так слава Богу, что... Но я для себя вообще понял, что вот в моей жизни коса стала в хорошем смысле слова таким великолепным мифом, который я унаследовал, и я, и другие люди, мы старались его поддерживать и создавать какие-то свои мифы, так сказать, свою мифологию и беречь этот отдельный от остального вот мирок, мир этот, беречь от других. Это объяснялось еще тем, что это было в те годы, когда еще существовало, так сказать, ну, то, что называется тоталитарной системой, идеологической вот этой системой. Коса позволяла вырваться из этой системы на свободу, на волю. вот о чем я говорил, да, вырваться и посуществовать какое-то время в совершенно другом мире, в мире свободы, так сказать, и так далее. В этом помогали мне друзья, и прежде всего моя жена Катя, которая раньше меня освоила кослу, протоптала туда тропинку, и она меня за уши вытащила туда, и я об этом нисколько не жалею. и другие друзья, которые одновременно со мной бывали там, и твои коллеги, тот же Юра Скиба, Александр Топчий, художники, Бахтовы, друзья мои, Владимир и Татьяна Бахтовы, которые там раньше меня обнаружили это место, они просто прятались там по полгода, уходили из этой системы, чтобы она их не доставала туда, в эту свободу. Это была разновидность внутреннего диссидентства. Я не могу считаться диссидентом, я работал журналистом, где-то мысли были крамольные по тем временам, но именно на косе можно было ощутить себя свободным. Я хочу, чтобы мы о чем-то сейчас где-то конву провел, о чем мы будем говорить в этих передачах, а сейчас я вот очень много я сейчас в Ютьюбе, снимают все, сейчас это совершенно, ну много-много, уже запутился может по этому поводу, и все-таки я нашел один такой небольшой фильмик, его снял Антон Бондаренко, не знаком я с этим человеком, но это как будто гикипедия вот такими кусочками, 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 что такое эпизодами, что такое Кенбургская коса. Давай будем эти кусочки смотреть, а дальше разговаривать и, конечно же, читать стихи. Вот первый кусочек, пожалуйста. Следующим местом моего путешествия стала Кенбургская коса. Это песчаный полуостров длиной 40 километров шириной от 8 до 10 километров, а в самой узкой своей части, которая называется шпиль косы, он сужается настолько, что одной ногой получается стоять в волнах Черного моря, а второй в Днепробужского лимана. Название Кенбург произошло от Тюркского Акил Волос и Бурун Мыс. Кенбургская коса имеет свой неповторимый климат. Здесь растет более 500 видов травянистых растений, а в Маев в окрестностях села Покровка расцветают дикие орхидеи. Совершенно точно знаю, что у тебя есть снимок, где ты вот на этом кончике Кенбургской косы лежишь, вот такой один в этом песчаном пространстве между морем и лиманом. И я думаю, что сейчас бы вот бы сразу пусть бы пошли бы твои поэтические строки. Хорошо? Хорошо. Такой фрагмент из большого цикла стихов кенбургских. Переправа. Очаков. Глинистые кручи, Незваной новостройки дым. Мы по воде ползем все круче, Мы вверх по зеркалу скользим, Где между морем и лиманом Волнами вбит песчаный клин, Роится в мареве румяном Цепочка пепельных маслин. Движок выматывает жилы, Подъемный путь ему не люб, Мы все на судне пассажиры, Мы ветер слизываем с губ, Напорный, парусный, соленый, Пронизывает он, Как встарь И застекленные салоны, И рубки вахтенный фонарь, Нам уголок обещан райский, Куда мы все в такую рань, Темнеет слева остров майский, Желтеет справа березань, А впереди как выдох сущий, Клубочками овечьих пряж висят маслиновые кущи, Прослойка, ниточка, Мираж, Одушевленные сады, Не так, На уровне воды Ожил маяк, Сухая вспышка Горизонтально пролегла, Еще не берег, Передышка Для перелетного крыла, Но дотянись, Шершав и жесток Лоскут Осоки и песка, Уже не складка дна, А тросток Дремучего материка, На острие, Как на порожке, Друг в друга Тычутся белы, Лимана мелкие барашки, И море черного валы, Еще рукой не дотянуться, Но эту кромку держит взгляд, где над прибоем чайки бьются и разнобойно голосян. и бьем и р Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ты знаешь, я думал, что только мне показалось, когда действительно катером идешь из Очакова на Кенбургскую косу, и если катер идет вот ровно по солнечной вот этой тропе, то действительно ощущение такое, что мы поднимаемся в гору. Почему это такое обман, я не знаю. Дело в том, что это довольно старые стихи. Тогда еще не был освоен этот маршрут из Очакова на Кенбургскую косу. Тогда способ переправы был один. Теплоходик под названием «Юпитер», который ходил из Очаковского порта в Рымбы, а некоторое время вокруг косы к новому причалу, который построили, пока ремонтировали этот Рымбовский. Вот этот теплоходик, он был такой тяжелый, он пыхтел, и он с трудом шел, и казалось, что он ползет вверх действительно по зеркальной глади. Но была еще и ракета, ты знаешь? Ракета до Васильевки. До Васильевки. Это одесская ракета была. Вот это мне было интересно совершенно, потому что надо было приезжать на этой ракете туда, в Васильевку, это уже в ночь, и там, если трактор вместе с прицепом был, там можно так, а если много народу, то и пешком 7 или 8 километров до Покровки. Один раз был такой случай, я уже там был в Косе-Аборигенном, как здесь считали мои друзья в Николаеве, и один очень хороший парень, друг Скибы, Митрофанова, подошел ко мне и сказал, я бы так хотел, чтобы ты меня свозил на Кенбургскую косу. Я говорю, так в чем дело? Вон идет ракета из речного порта в пятницу, да, суббота, воскресенье, возвращаемся, все нормально на выходные. Говорит, хорошо, хорошо. Говорит, с меня все, что надо, причитается. Все абсолютно. Я говорю, хорошо, с меня палатка, и я там гид и так далее. Жду я его в пятницу в речному порту, да, все, нету, нету, уже ракета, отходи, даже осмотрю, идет. Вот такая погода, как сейчас, это вот где-то конец июля, да, черный костюм, белая рубашка, черный галстук и черные туфли. Первый раз на косу вот так вот оделся. Я просто ничего не понимаю, говорю, что ты, что это такое, что с тобой, понимаешь? Она говорит, ну, ты извини, конечно, но пришлось, жена бы не отпустила, говорит, пришлось сказать, что я в Киев еду в командировку. И так мы с ним поехали. Что там было на кося, я уже рассказывать не буду, но сгорели мы вдвоем в щад, конечно. Да, конечно, это экзотический довольно вид, и такого человека там бы запомнили сразу, и обратили бы внимание. Ну, было, ну, да, разделся. Вообще мы, да, мы рассказываем об этом, вот сейчас так вспоминая. Да, да, да. Моя дочка в таком случае сказала бы так, иронически посмотрев, сказала бы, папа, у тебя было трудное детство. Те, кто сегодня ездит на косу, они не осознают этого, да, сегодня это доступно, в общем. Мы были сами свидетелями того, как появлялись новые маршруты, новые виды доставки. Да, да, да. Катера, которые тебя как такси там довозят за 15 минут из Очакова в Рымбы. Тогда, конечно, было сложнее, и, наверное, это было хорошо. Ну, по-другому быть не могло, но это было хорошо, потому что коса была труднодоступной. И поэтому она сохранялась. И еще один отрывочек, смотрим из этого небольшого фильма. Пожалуйста. Нынешний полуостров был в древние времена островом и довольно хорошо был известен финикийским купцам и пиратам. Этот край когда-то называли Гилеей. Если переправиться через Борисфен, то первой от моря будет Гилея, а вверху от нее живут скифы-земледельцы, писал о косе древнегреческий историк Геродот, посетивший эту землю в далеком пятом веке до нашей эры. Ну, вот мне кажется, и мы с тобой говорим таким же образом, и так оно есть, что косу, конечно, мифологизирует, будем так говорить. Ну, был там Геродот на косе или не был, да кто же его знает? Ну, какая разница, был или не был. Для нас-то ведь эта информация сохранилась, она живет и делает нашу жизнь ярче, интереснее и богаче. Я говорил о том, что на косе старались укрыться, так сказать, в те времена, творческие люди от штамповки мозгов. Вот об этом где-то стихотворение «Камышовая хижина». Оно, скажу сразу, посвящено художникам Бахтовым, друзьям моим. И «Камышовая хижина», которая здесь описана, это не миф. Это действительно была такая хижина, в которой Володя и Таня Бахтовы проводили на протяжении доброго десятка лет, по полгода, наверное. Они ее сами соорудили, они жили в огороде, на территории, за огородом Бабы Оли Федотовой. Она им там разрешила. И вот они там жили, там работали. Через забор был Лиман. Да. Я был там в этой хижине. Напитывались там впечатлениями и великолепно работали как художники. Я вот до сих пор вспоминаю Володины циклы, афортов кенбурнских и Танины акварели оттуда и так далее. Между прочим, они бы могли поселиться у Бабы Оли, правда же, в комнате. Но это из камыша все было сделано. Это было двухкомнатное хижине. Двухкомнатное. Все было, да. Пожалуйста. Где бетонной струбциной зажата живая река, Городская трава, как солдат под нулевку острижена. Понимаю, прогресс. Одобряю прогресс. Но пока, хоть на пару деньков, мне нужна камышовая хижина. Разменял я четвертый десяток. Сплошной недолет. Таитянская сказка художнику спать не дает. Мне шептали, куда? Эти тропы другими исхожены. Не жалеешь себя. Да и что ты увидишь из хижины? Что увижу? Не знаю. Ведет не расчет, а азарт. Но разумнее ли те, кто готовы моралью на пыжины из семейных домов и надежно укрытых мансард? Мы внезапно уходим искать камышовые хижины. Может, время повинно. Подолом от бурь заслоня нас жалело, тащило, влекло. А потом на обочины начинали с пятерок. Теперь продолжаем с нуля. В ремесле, преуспев, мы не знаем, зачем мы обучены. Голубые горелки экранов в домах зажжены. В подсознанье свистит отработанный пар тишины. Занавешаны уши, и топкие кресла насижены. И колеблясь манят миражи, камышовые хижины. Там природа со мной человеком в полдневном ладу. Солнце стало песком, и графитная тень обездвижена. Серебристую ветку маслины от глаз отведу. И вздохну, слава Богу, жива камышовая хижина. Впрочем, нынешний тле по зубам антикварный самшит. Поползли грибники к заповедному лесу Волыжину. И любитель природы в отдел объявлений спешит и диктует. На лето сниму камышовую хижину. КОНЕЦ 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 Однажды мы с нашим известным николаевским фото-журналистом, фото-художником Александром Кремко летали для съемок фотоальбома о Николаевщине. И у нас был замечательный полет по всему нашему побережью. От Телегульского лимана и практически до Покровки. Я перебью тебя, Володя, потому что наша первая передача закончена. Я благодарю тебя за то, что ты пришел и обо всем этом рассказываешь. В следующей передаче ты продолжишь этот разговор. Спасибо. На здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok